Вчера Свердловские полицейские перехватили в пути к местам сбыта целую оптовую партию сигарет, которые и здоровью человеческому вредят исправно и экономику нашу общую шатают. Для этого пришлось устроить целую спецоперацию с привлечением полиции в нескольких городах области, ГИБДД, ну и общественников. Добровольцы проекта «Народный контроль» помогли как своей добытой информацией, так и по сильным личным физическим участиям практически на всех этапах многоходовки. Началась она в Екатеринбурге на, так сказать, одном из оптовых рынков в Кировском районе. Оперативным путем стало известно, что там загрузился той самой партией нелегального курева один хитрый дядечка, что на своей газели снабжает магазины в области разными продуктами. И, кроме жутко необходимого майонеза с капустой, согласился срубить личные капусты на контрабандном товаре. Взял, кроме всего прочего, 15 коробок левого курева. Ну и спалился еще на этой стадии. Машину отследили, всем, кому надо, информацию сообщили. Газелист повел ее из Екатеринбурга в Сухой Лог, а его повели в том числе и люди из Народного контроля. До Сухого Лога тянуть не стали. Точку решили поставить в Богдановичи. Что сейчас будет? Вот она. Здесь причина стоит. Стоп, 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 стоп. Вот справа здесь вот. Проедешь дальше. Дальше подъезжай. На подъезде к городу Богдановичу сотрудники полиции остановили автомобиль и досмотрели, что же везет автомобиль. Были представлены документы о том, что якобы перевозится продукция и майонез. Для более тщательной проверки продуктов с майонезом газелиста пригласили в сам Богданович в его городской отдел ГИБДД. Уже на этой стадии предприимчивый шофер дал течь и признался, что не хлебом, как говорится, единым, полна его коробушка, а есть в ней и червивая составляющая, те самые 15 коробок без акцизных сигарет. Пока он ехал с трассы до Богдановичской ГИБДД, позвонил своим нанимателям, обрисовал ситуацию и, как он сам позже рассказывал, получил жизнеутверждающий ответ, что-то типа того «Сейчас все порешаем, брат, у нас тут все нормально». Однако, видимо, на этот раз решалы оказались нерешительными. И все нормально получилось только у участников контр-контрафактной операции. В ходе задушевной беседы спалившийся газелист, как на духу, рассказал, кто и где его загрузил, кто хозяин груза, куда и кому он должен был его доставить. Ну а пока промежуточная разгрузка случилась возле здания ГИБДД в Богдановиче. Собачный продукт с признаками подделки, акцизномарки. Видите, они напечатаны как. Номер один везде, да? Да. В ходе тщательного осмотра на территории уже отдела полиции в городе Богдановиче было условно, что автомобиль перевозил 15 коробок с табачной продукцией, которая имела признаки контрафакта. А именно акцизные марки, которые были поддельными. Всего изъято 7,5 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму больше, чем 800 тысяч рублей. После этого знакомства в присутствии понятых всю незаконную составляющую груза, предназначенную для сухого лога изъяли, и перевезли из ГИБДД в здание обычной полиции. После заключения экспертизы будет возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство. Ну а вишенка на тортике заключается в том, что и сама газель, на которой дяденька зарабатывал, кормился, тоже арестована и живет теперь на штрафной стоянке. Классно подхалтурил, в общем.